Всем привет, друзья! С вами я, ваша Соколик. И сегодня поговорим о том, как стать блогером для тех, кто ещё не стал им. Потому что тема очень и очень интересная, трудоёмкая. И если говорить конкретно про меня, я считаю себя арт-блогером. Блогером, который проводит людей в мир искусства, потому что, ну, скажем так, это тема, которая меня интересовала всегда, с самого детства. Да, да, мне это интересно, поэтому я это рассказываю вам. Однако это видео будет интересно всем, не только тем ребятам, которые работают в сфере искусства, арта, а вообще абсолютно всем, кто хочет стать блогером. Итак, поехали! Итак, первый шаг — это просто взять камеру и начать на неё говорить. Так как я была когда-то фотографом, я купила себе камеру не на ту, на которую я снимаю сейчас, другую камеру, похоже на неё я снимала раньше. И я просто взяла камеру, и я начала на неё говорить и говорить и говорить. В общем, всё, что мне хотелось сказать. Это была речь достаточно такая бесхозная, без какой-то определённой темы. Но мне очень-очень хотелось вот этой вот интеракции с моим зрителем, которого было у меня там человек, наверное, 20. И я была этим очень безумно довольна, потому что это я знала, что даже если это 20 человек, эти люди всё равно меня посмотрят, я на них всё равно каким-либо образом повлияю, или между нами произойдёт какая-то интеракция. И, в общем, для меня это было дико важно. И поэтому я начала говорить. Обычно тоже, когда я вижу разных блогеров, начинают они не с того, что покупают дорогие, крутые камеры, микрофоны, свет и так далее, а просто берут то, что у них есть под рукой. Слава Богу, у нас уже есть, но на тот момент, когда я начинала. Скажем так, ещё фотоаппараты, они были более значимы, чем сейчас. Сейчас выпускают такие телефоны, что очень часто лучше любого фотоаппарата. И, собственно, я взяла первое, что у меня было под рукой, и начала говорить. Поэтому, да, первое, что вам нужно понимать, это то, что вы хотите донести своему зрителю. Знаете, самое интересное то, что вы даже можете ещё и не знать толком, что вы хотите рассказать своему зрителю. Просто хотите вот какого-то общения. Это тоже абсолютно нормально. Потому что поиск темы, он приходит со временем. Более того, я хочу сказать, что даже сейчас я постоянно ищу новые темы, чтобы вам такое интересное рассказать. Смотрю, какие отклики набирает, допустим, биография. А вот какие отклики набирают темы о том, как заработать в интернете и так далее, как заработать на своём творчестве. А какие отклики набирают мой арт и так далее. Кстати, самое интересное, что арт, несмотря на то, что тема достаточно интересная, да, но вот у меня лично, почему-то у меня, больше всего набирает откликов какие-то видео о том, как я в них, скажем так, помогаю людям. Рассказываю о каких-то заработках и так далее. Потому что это реально решает проблему людей. Я это понимаю. Я вот смотрю тоже, наблюдаю за разными арт-блогерами, конкретно моей ниши, да и не только арт-блогерами. И я вижу, что они тоже, вот у них что-то, у одного человека вот это выстреливает, потому что он подаёт это по-своему. А у другого человека совершенно вроде бы похожие ниши, но совершенно другая тема выстреливает. И это связано именно непосредственно с тем, что каждый человек индивидуален, и никто вам 100% не может сказать, что именно для вас, какой вид деятельности блогинга подойдёт. Однако, стоит учитывать, что вот, скажем так, есть определённые тенденции в каждой нише, их стоит тоже учитывать. Дальше, второй аспект, это, собственно, я уже сказала, должна прослеживаться какая-то чёткая тема для блога. Для многих блогеров это не так актуально, но то, что я сейчас вижу, уже интернет, он всё больше и больше заполняется людьми различными, да. И, например, последние 2-3 года информации было в интернете создано больше, чем за все предыдущие года. Это связано именно с тем, что люди всё больше и больше переходят в интернет, и вам для того, чтобы зацепить внимание людей, пользователей, становится сложнее, намного сложнее, чем это было раньше. И для того, чтобы вам сейчас зацепить пользователя, вам нужно конкретно и чётко сформулировать предложение, которое вы можете этому человеку дать. Ну, например, как я уже сказала, моё предложение заключается в том, что я рассказываю о культуре, о искусстве, об арте и как-то развиваю в эту степь. В дальнейшем, возможно, мой блог, он трансформируется во что-то большее, но на данный момент вот я для себя выбрала такую почву для развития. И вам тоже советую это сделать, то есть выбрать для себя определённую нишу. Безусловно, когда вы уже становитесь более узнаваемым, ну или популярным, люди начинают всё больше и больше интересоваться вашей личной жизнью, ну и так далее. Это уже ваш выбор, говорить об этом, не говорить. Я, например, предпочитаю не сильно распространяться, но я не знаю, кто меня смотрит, и поэтому стараюсь как-то эти темы оставлять в стороне, потому что это не та цель, которую я преследую в своей жизни, вот раз всё выставить наизнанку. Наоборот, мне больше интересно на YouTube пропагандировать одну сторону моей жизни, связанную с творчеством и так далее. В общем, да, выбрать тему, чёткую тему, которая должна быть. Третий очень важный аспект в блогинге, он заключается именно в аудитории, и даже больше не в количестве этой аудитории, а в её качестве. Я вообще, вы знаете, никогда не преследовала цель, но бить себе миллионы подписчиков. Наверное, поэтому я никогда не снимала хайповые темы про какашки, ещё там что-то, просто потому что я знаю, какие люди приходят, и мне это неинтересно. Пусть будет меньше людей, но это будут качественные, интеллектуальные, образованные люди. И это очень важно понимать. Безусловно, я буду безумно рада, если у меня будет много интеллектуальных людей, которые будут стремиться к этим знаниям и так далее. Но если этого не произойдёт, я тоже не расстроюсь, потому что я очень чётко понимаю, кто мой зритель, кто меня смотрит, кто этот человек, зачем он приходит на мой YouTube-канал поболтать, послушать меня, так сказать. Я это чётко понимаю, осознаю, и я не гонюсь за миллионами подписчиков, потому что я понимаю, что есть мой зритель, который смотрит меня, и ему наплевать, сколько у меня подписчиков, потому что он знает, что я реализуюсь в другой сфере, блогинг — это моё хобби. Однако мне очень приятно, когда вы покупаете мои какие-то продукты, книги и так далее. То есть это просто безумно. Да и вообще, если посмотреть на комментарии, то у меня преимущественно люди добрые, то есть это не какие-то там хейтеры или ещё как там принято называть. Хотя опять же такие, ну что такое хейт? Это просто человек как-то бомбануло, и вот он вам начал писать. Вот. Ну у меня как бы такие темы для разговоров, что вроде как всё в порядке. Ещё знаете, как интересно? В прошлом году я проводила с одной своей знакомой, скажем так, консультацию по блогингу, и она говорит, ну я не могу начать блог, пока я не придумаю курс, что продавать людям. Я говорю, да, для того, чтобы им начать продавать, нужно иметь аудиторию. А на это как бы костяк людей, которые будут с тобой взаимодействовать, которые будут тебя смотреть, любить и так далее. А для того, чтобы найти свою аудиторию, её нужно создать. И, кстати, вот ещё, по вопросу, где искать аудиторию? В социальных сетях. Ну, опять же таки, я ищу, а с кафе, ну как ищу? Я бы не сказала, что я прям ищу, просто вот как-то так получается, что это такая интерактивная соцсеть, где люди легко друг друга находят. Если говорить про Инстаграм, то там совершенно другая история. И просто Инстаграм — это моё хобби. Мне интересно что-то выкладывать, интересно как-то поддерживать себя на виду, чтобы моя аудитория приходила, смотрела меня. Интересно тоже наблюдать за тем, кто меня смотрит. Я очень часто, кстати, захожу на страницы своих подписчиков, и некоторые даже уже знаю в лицо. Вот, поэтому, да, я смотрю, кто смотрит мои сторис. Это всё для меня, это лично важно, вообще смотреть, кто мой зритель. Я, наверное, в этом плане очень неосознанный человек, и я стараюсь фильтровать информацию, которую я даю людям, понимая, что это всё может повлечь за собой определённого рода последствия и так далее. И вообще, у меня как-то, вы знаете, со школы так было, что постоянно находились девочки различные, которые повторяли за мной, и я в этом никогда не видела ничего плохого, потому что, ну, правильно, я себя так позиционирую, мне хочется иметь такого друг, как я, и поэтому я делаю всё для того, чтобы быть лучше каждый день. Я соревнуюсь сама с собой. Вот, и, конечно же, для меня это такой челлендж, каждый день сама с собой. В общем, вы меня поняли, да? Да, в Фейсбуке тоже можно искать и так далее. Кто-то там делает рекламу, если там есть деньги, можно даже настроить рекламу на Ютьюбе, но она, правда, скажем так, это уже для более серьёзных блогеров, которые имеют бюджеты, там, занимаются бизнесом, продвигают свой бизнес и так далее. Ну вот, вкратце я вам рассказала. Ребята, сейчас отличное время. Начинают свои блоги. Не бойтесь этого делать, потому что это реально прикольно. Это моя психотерапия. Я прихожу сюда, я высказываюсь, и даже сейчас в таких условиях карантина я никогда не бываю, знаете, в таком вот депрессивном состоянии, в том плане, что мне никуда пойти, мне нечего. У меня есть Ютьюб, я прихожу сюда, я накрасилась, оделась, я почувствовала себя отлично. Я пришла, рассказала вам, вы меня послушали, дали мне фидбэк, поставили лайки, написали комментарии, и я себя чувствую вообще просто отлично. Кстати, за то время, пока мы с вами не виделись, я успела проиллюстрировать одну игру. Там прикольная такая игра, возможно, потом вам как-то покажу. Сейчас она ещё находится на стадии разработки для одной нидерландской компании. И вы знаете, я вот недавно подумала о том, что ещё буквально несколько лет назад я мечтала работать с Америкой, с Германией, с Нидерландом, вообще с Европой. И сейчас это всё реальность, потому что я шаг за шагом шла к этой мечте. Более того, я мечтала, чтобы у меня был классный блог, чтобы у меня была компания, то есть что-то моё, что-то создано. Сейчас я это всё имею, и да, безусловно, я это развиваю, но у меня это уже есть. И поэтому я вам хочу сказать, что не бойтесь ничего. Если вы хотите, делайте это, потому что потом пройдёт несколько лет, и вы себе скажете спасибо за то, что тогда они побоялись и сделали это. И сейчас вы имеете такой ресурс колоссальный, как я, например, сейчас имею вас, свою аудиторию, которая меня смотрит. И для меня это просто вообще каждый раз. Ну, это круто, реально, ребята, это круто. Всё, спасибо всем за внимание. До новых встреч. Я вас всех люблю, обнимаю, целую. Спасибо, что пишете мне комментарии. Пишите побольше, ставьте лайки. Можете расширить моё видео, если хотите. Возможно, кто-то посмотрит и избавится от своих комплексов. Возможно. В общем, всё. До новых встреч. Пока. 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 Пока.